ведь а вот еще кучу а ну да они двое их видел вытирает ботинки от говна наверно твои ты так носили блях там тут еще один эй подожди я ж попал капец на меня заметили но я никого не убил но дротик у меня тоже нет крыса ой я не ту вообще-то хотел ну ладно а убийство крысы мы не не должны засчитать еще кто-нибудь тут есть или что-нибудь не знаю вот тут труба какая-то так наверняка я что-то пропустил но что не знаю они храпят блин чувак хоть там сидит отдыхает наверное дачу лучше отдохни а ну не тут нормально так есть трофеев а сколько у нас уже этих эликсиров то как их можно видеть 8 нихрена нормально а максимум сколько знаю наверняка 10 отлично нас быстрое сохранение ну вообще я виду сохранение то же самое пишет про нас то что мы не очень хорошие люди так что-то еда и монеты ну здорово тут наверно ничего нет так самуэль это наш друган да я твой он сказал мне не хочу быть твоим я бы хочу быть твоим другом лада старик поехали у него глаза красные чувствую бою чувствую любит он это самое всякие там маны чё а пятерых замочил я так это статистика видимо закончили главу не невинно осужденный называется эта глава было сигналов тревоги найдено ваших жертв 3 хаос в мире низкий ну значит нормально нет убитых нет галочки призрак не обнаружен ни разу ну будем будем тренироваться смотрите монет сколько на уровне было охренеть вот это вот это вот нам еще недоступно видимо начать заново не надо продолжить вот эти успеющий дрочек нам тут пишут пап пьеси яма вот это вот и вот это вот убитых Конечно, если кто-то узнает о том, что мы в порядке, то смотрится с крючком. И теперь, что вы уехали, лорд-регион будет уничтожить городу. Добавляйте адмилл Хаблок и все остальные львы. Адмирал — человек, который должен быть виноват. Если кто-то может помочь найти девушку, леди Эмилии, и выясняйте имя, он может. Пап, пьёси яма. Пьёси яма. Пьёси ям, пьёси, почему-то говорю. Какие-то сведения. Значит, лодочник Смейль переправил вас к реке, по реке из тюрьмы Колдридж. Он работает на подпольное движение, которое берется... Блин, да что ж такое с меня сегодня, которое борется с незаконным правлением лорда-регента. Лодочник хочет познакомить вас с другими участниками заговора. Короче, то, что он нам сейчас говорил, что это всё подпольная хрень какая-то, да? Вот этот паб, вот этот паб. Здесь, видимо, что-то они делают. Отлично. А чё, нам за ним, что ли, следовать? Блин, монет, конечно, мы пропустили. Где-нибудь там их запрятали. Ну ладно. Я надеюсь, что их трудно работали. Ладно, познакомься им. Они будут идти на хрень, где они убили. Сначала по заданию, зайдём. Мы можем продолжить это поздно, лорда Пенелтон. Человек из часа здесь. Корбо, я Мэдмилл Хаблок. А настоящий служебный эмпира, как ты. И пока лорда Регена упрямляет нас, кто бы не знал, что он бы не знал. И я лорд Шевер Пенелтон. Я имею в виду новостей в наш маленький группе. Но мы все действуем здесь, в Хаундпитском. Это моментальная возможность, Корбо. Я собираюсь выйти. Мы построили коалицию лорда Регена. Мы строили лорда Регена. И восстановили трону. На риск от действия, мы комментируем нашим молодым Эмпираем. И видим ее праздник как импресса. Мы имеем большие планы. Но мы не можем сделать это без тебя. Мы нужны ваши силы. И в помощи. Мы будем помогать тебе уничтожить этих людей, которые уничтожили Эмпираем. Извините. Ты должен быть употреблен. Мы можем поговорить дальше, после того, как ты уничтожил. Но, после того, как ты уничтожил, ты должен познакомиться к Пьеро. Он трудно. Он трудно. Но его индустрирующий мозг уничтожил в этом правде. Да. Пьеро – так много артистом, как уничтожил. Он будет крафтить гирь, который ты нуждешь. Пойдем с ним. Пойдем с ним. После того, как пожру немного у вас тут. Подождите. Можно к вам зайти же, да? Не против? Вот тебе монетки еще одни. Персиковая тарталеточка там, по-моему, была. Классно вообще. Упс. Вы не против? Я надеюсь, этот чувак мне поможет с плящиками, этими дротиками. Вот клиенты какие неосторожные взяли и просыпали монеты. Блин, тут большие локации, я так понимаю, да? Тут долго-долго очень все прям надо осматривать. Что, собственно, не всегда охота делать. Можно даже закрыться там, блин, зашибись. Так, тут двери нет особой. Точнее, есть, но это как люк какой-то, блин. Так, а тут что у нас? Тоже пусто. Пока что. И тут тоже. Вы что, офигели что ли? Хотя бы чего-нибудь-то положили монетку хотя бы. Так, ну и тут мы с вами были. Ну, точнее, мы пытались сюда войти вот через эту дверь, да, я так понимаю. Да, наверное. Хрен знает вообще. Вот тут что-то есть. Медная проволока. Вот так вот монетки ищутся. Да, друзья. Даже сюда можно пройти. Ну, долго-долго все это изучать. Я уже вижу, тут что-то лежит. Тивянская руда. Вот так вот, вот так вот мы и пропускали все монеты. Хорошо, что здесь можно забраться, а сюда нет. Можно тоже, наверное. Давайте посмотрим у нас что тут. Тут вроде бы пусто. Наверное, потому что, потому что иногда пропускаешь что-то такое, что лежит прямо у тебя перед носом. Да, такое очень часто случается между ними на самом деле. Вот пустая бутыль. Нет, спасибо. Нам этого не надо. Тут что-то лежит. Нет, тут ничего нет. Ну все, пошли тогда спать. Потом изучим еще что-нибудь здесь. Я бы, честно, побыстрее немного бегал. Ну ладно. Так, ну пока будем идти к нашему ложу. Мы обязательно. О, вот этот, наверное, чудо. В общем, мне надулось лучшим инструментом для уцепления, а не для убийства. Нет. Это не может случиться сейчас. Я хотел поспать! Блин, слушайте, я походу не спал. Ладно, я задание нового начал. Значит, тут написано, что еще одно решение. Выдержка из цикла газет. Кстати, выдающийся наторфилософа Пьера Джоплина. Нема вина, что большинство горожан предпочитает эликсир Соколов. Соколов моего состава известен как Бальзам Пьеру. Следует отметить, что не я дал ему такое название. Толпа невежда вновь сказала свое слово. Подкрепив его звонкой монетой, они выбирают эликсир Соколова. Хотя мое лекарство ничуть не хуже, а то и лучше. Ладно. Здесь написано, что я не собираюсь платить Пьерон. У него тоже есть чем поживиться. Можно покрутить что-то, да? Чиски. Ого. Пьерон, не против, если я у тебя карту стырил? Какую-то. Пьерон, дай мне ключ. Мне нужно выйти на секунду. Срочно, Пьерон. Держание. Ви-ви-ви секция кита. Круто. Можно будет почитать. Очень много здесь можно читать. Но, мне кажется, это будет очень долго. По именному морю звери цепляют крюками, к которым привязаны веревки, тянущие как с корабля, так и со шлюпки. Ну, тут все про китов что-то пишут. Соколов утратил преимущество в том, что касается запасов в Орване. Пункт заправки в Орване. Целебные травы, наверное. Монетка. Вот эта штука ему нужна, да? Здесь ничего нет вроде. Давай! Сюда ставь. Маску какую-то, да? Мне, наверное. Откуда же они меня знают? Фотографии-то еще нету. Или по картинке. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Скажи мне, что я могу сделать. Продолжение следует... Давайте вот это качнем. Наверное. У нас нет теперь манет, зашибись. Ну все, нам пружинная мина. Какой тут монтажный инструмент. Ну все, давай, я пошел спать. Да все, давай. Компьютерный персонаж не хотят спать. Да, ты прав. И сейчас нахлебало мне сразу. Обычно так и говорят. Приятных снов. На! Че уровень сложности что-то там менять можно? Вы в другом месте? Ого, благовоние, ура. Отлично. Мы поспали. Упс. А, или мы еще спим. Посланник чужого, что-то не так. Ну, корва, поздравляю. Я тебе говорил, мне надо было жрать это китовое мясо. Крыса на вертеле эту. Молодец, все. Здравствуйте, корва. Привет, черноглазый. Твоя жизнь здорово переменилась. Эпиратрица мертва, ее драгоценную доченьку Эмили прячут где-то в городе. А теперь предстоит сыграть важную роль в грядущих событиях. Тебе. Для этого я выбрал тебя и утянул бездну. Молодец, блин. Я чужой, и это мой знак. Теперь у меня будет магия, он говорит мне. Он мне дарит этот подарок. Теперь я смогу использовать магию. Крутяк. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы мгновенно и незаметно переместиться вперед. Также вы можете подниматься на... Подниматься, но на более короткое расстояние. Нацельтесь на уступ, и вы переместитесь к нему, и тут же подниметесь. Удерживайте правую кнопку мыши, чтобы точно указать место, куда вы хотите попасть. Если появится голубая сфера, значит вы перенесетесь в это место. Голубая стрелка означает то, что после приноса вы заберетесь наверх. Очень круто и очень все интересно. Спасибо, сейчас мы будем это делать. Но перед этим посмотрим все, что у нас тут. А тут у нас нихрена нету, потому что это гребаный сон. Блях, мух, что произошло? А что он мне написал? Удерживайте. Ф, буква Ф, отменить перенос. Блин, как же это круто. Ты не спасешься. Там по-любому ошибка есть какая-нибудь. Знаете, как иногда в интернете такие шутки. Какая-нибудь буква Е перевернутая. Духовный бальзам Пьеро. Это тот самый бальзам, который... О котором говорил в письме. Вот тебе, пожалуйста, надо читать письма. Но если бы я не делал, наверное, это прохождение... Смотрите, у нас мана восстанавливается, как вы видите. Поэтому мы будем ждать постоянного ее восстановления. Наверное. А если я сделаю так? Чуть не... Я вообще обделался. Корва, мне грустно. Говорят, что ты тоже умер, как мама. Но я не верю. Я решил отправить это письмо в бутылочке по реке. Здесь так странно, мне не нравится. Собери меня отсюда, если можешь. Обязательно. Это наша императрица. Это два одинаковых чувака. Слушайте, а это не тот чувак, который... В этом кафе был. Ну ладно, неважно. Видимо, они... Не знаю. Братья, похоже. Ну, судя по тому, что они одинаковые. Чпоньк. Сюда. О! Еще один бальзам Пьеро. А это тот чувак. Предатель. Так, отлично. Ну, тут ничего, видимо, сделать нельзя. Ух ты, ебкарный. Ну, посмотрите-ка. С этими чуваками нам явно придется встретиться. Как он вообще стоит. Мне кажется, очень... Не очень надежная конструкция. Чтобы забраться наверх с помощью переноса. Ага, ну, круто будет. Ну, я вроде все правильно сделал, да? Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте. Давайте, на всякий случай, будем перемещаться. Ой, что я сделал? Ну, ладно. Далее, далее, далее. Туда. Даже я сундук хотел открыть. Нас ждут суровые испытания. Ищи руну, он говорит. И он говорит, что эти руны дадут нам силы. Ой. Я так понимаю, это что-то типа для улучшения. Вот смотрите, он дал нам сердце. Бомжа какого-нибудь нашел, вырвал ему сердце, обшил немного. Взяв в левую руку сердце, вы сможете находить амулеты и руны. Даже если те скрыты за стеной. Если вы смотрите в сторону амулета или руны, сердце начнет биться и мерцать. Чем ближе вы подходите, тем еще оно бьется. Ну, сильнее, я так понимаю. Вы узнаете все секреты человека или места, если направите сердце на интересующий вас объект. И нажмете правую кнопку, может, зачем правую кнопку. Это место, конец всех вещей и начало. Круто. Вот еще один духовный бальзам. Итого у нас три бальзама и ноль зельев. Непонятно почему ноль. Может быть, чтобы мы их не тратили. Фиг знает. Подожди, а как... Давайте вспомним сразу. Сердце и перенос. Перенос на цифре 7. Сердце на цифре 6. Ну, в общем, этот чувак нам сказал, что мы можем находить руны какие-то с помощью... Вот еще один бальзамчик. С помощью этого сердца. И, я так понимаю, они будут... Они нужны нам будут для улучшения. Немного неудобно перенос. Я переставил его с удовольствием, потому что на цифре 7 слишком далеко. Не знаю, можно ли его как-нибудь переставить. О, да! Просто направляете и ставите цифру 1. Нифига, тут нормальная логика. Вот такое я люблю. Потому что достаточно все здорово. Это... Нет, подожди. Вот это мы сделаем на троечке. Арбалет тогда на вторую цифру поставим. Так, туда нам можно падать или нет? Подожди. Скорее всего можно, но я сначала вот здесь бегаю, посмотрю, что тут. Мне кажется, тут ничего нету вообще. По-моему, я еще ни разу не находил никакого бальзама, ничего. Ну, не бальзам... Ёпарс, это мой провалился. Я, имею в виду, не находил ни разу никакого... Никаких монет на этом уровне. А, хотя, может, и находил. Я не помню уже. Ну, реально здесь что-то как-то пустовато. Давай, погнали вот сюда. Ну-ка, давай по скиллу спустимся. И опять бальзам. Они у нас просто им награждают. Я так понимаю, можно сделать даже двойной перенос, если, например, перемещусь куда-нибудь туда. А потом еще раз нажму и перенесусь... Соответственно, ниже. Чтобы открыть меню быстрого. Ну, это я знаю. Вон она, рунка эта, походу, да, там? Чпоньк. Или костяной амулет. Видимо, костяной амулет тоже таким способом ищется. Ай! Давай-давай-давай! Не! Ай! Время здесь потернуть всякие смыслы. Это что, кость какая-то в замках? В этом... В ремнях. В обмен на руны можно приобрести новое умение. Для этого открою дневник и зайдите в соответствующий раздел. Вмена на собрание урона вы можете приобрести сверхъестественные умения. О, ееее! О, еее! О, прям сейчас можно? А только одно можно улучшить. Вот, смотрите, перенос. Требуется... А, нужно три руна. У меня одна всего. Позволяет быстро переместиться вперед на большее расстояние. На небольшое расстояние. А, это приобретено. А уровень 2, видимо, Быстрое перемещение вперед на большее, видимо, расстояние. А, подожди. А. Живучесть. Позволяет видеть темноте и различать силуэты живых существ за стеной. Вы также увидите их поле зрения, визуальное отображение и издаваемому шуму. Круто! Вот это берем. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы видеть темноте и различать силуэты людей за стеной. Вы также можете... Ну, это то же самое, в общем. И вот тут, видите, второй уровень. Нихрена, как много всего. Подожди. Не понял. Уровень 2. Отображайте издаваемый шум. Кроме того, умение позволить видеть полезные предметы. А, видимо, это другое. Так. Ну, обычный опыт прокачивания, типа того, как он говорит. Пап, пьёс, пёс и яма. Пап, пёс и яма.